Ага! Это может сработать! Это тоже пригодится! Вот так! Сэмми! Что ты задумал? Зачем ты все это сюда притащил? О, Сью, ну и напугала же ты меня! О, подушка! Зачем тебе подушка? Ты знаешь, что у всяких популярных личностей есть свой мерч? Продолжай! Так вот, я подумала, что и моим фанатам захочется иметь что-нибудь в моем стиле. Кружечку, например. Или вот, брелок. Ох, Сэмми! Хотя, знаешь, мне нравится твоя идея. Я даже знаю, чем мы сегодня займемся. О, отлично, Сьюзи! Ты пока начинай, а мне надо подумать над бизнес-планом. Привет, ребята! Сегодня у нас необычный проект. Мы будем делать машинку для печати принтов. Мне так нравится, Сьюзи, что ты вызвалась мне помочь. Скорее бы уже приступить. А вам, ребята, тоже не терпится? Тогда скорее ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Сьюзи, я в полной боевой готовности! Готов сделать все, чтобы поскорее запустить собственную линейку принтов. Это будет основание нашей машинки для печати, так что оно должно быть крепким. Эти перегородки как раз помогут его укрепить. Только будьте очень осторожны с горячим клеем, ребята. Остается закрыть все сверху еще одной картонной деталью. Мы продолжаем собирать основание. Ребята, помните, этот клей очень горячий. Добавим больше перегородок. Вот так. И последняя. Теперь поставим эту деталь сверху вот таким образом. Ребята, основание нашей печатной машинки готово. Теперь переходим к следующей важной части. Из этих деталей нужно склеить прямоугольную рамку. Приступим! Рамка поможет переносить изображение прямо на ткань. Переносить рисунок! Это мне кое о чем напомнило! Сейчас вернусь! И с этим закончили! Сьюзи, кажется, это нам сейчас пригодится! Ах, Сэмми, давай я тебе помогу! А-а-а! Фу, здание мерча! Это так весело! Особенно, если заниматься этим вместе с друзьями! Кстати, Сэмми, а ты уже придумал логотип? Что именно эта машинка будет печатать? Самое время... ...проявить мои дизайнерские суперспособности! Ох уж эти творческие личности! Уберем лишнюю ткань, так наша машинка будет смотреться аккуратнее. Будьте очень осторожны с ножницами, ребята! Слушай, Сэмми, а что вообще в твоем представлении должен отражать идеальный логотип? Что за вопрос, Ю? Конечно же меня! Это очень оригинальная мысль, Сэмми. Может быть, что-то еще? Ну, пожалуй, моя любовь к сладкому. Или к поделкам. Или к мультикам. Какой у тебя огромный спектр интересов, Сэмми! На этом этапе нам нужно... Та-да! Сделать с одной стороны небольшое крепление. Кстати, самый первый логотип в мире появился в 1900 году. На нем был изображен пес по кличке Ниппер, который сидел и слушал граммофон. Ты серьезно, Сью? Собака выпустила свой логотип на 120 лет раньше меня? Нет-нет, Сэмми! Брат хозяина Ниппера однажды заметил необычное поведение пса и нарисовал это. А потом отнес свой рисунок в компанию, которая производила граммофоны. Там рисунок оценили, и он стал логотипом фирмы. Круто, да? Что ж, я думаю, мой логотип ничуть не хуже, чем тот с собакой. Что скажешь, Сьюзи? Вау! О, ты молочина, Сэмми! Он просто великолепен! Скоро он нам понадобится! Мы сейчас делаем крепежный механизм нашей печатной машинки. Назовем это так. О, эти детальки похожи на стрелочки, Сьюзи! Судя по тому, куда они указывают, мне туда. Эти, как ты сказал, стрелочки, нам нужно соединить. И деревянные шпажки нам помогут. Начинаем аккуратно протыкать картон. Не пораньтесь, ребята. И собираем деталь. Вжух! Легкотня! Вот так! Теперь кусачками убираем лишнее. Не забывайте про осторожность, ребята. У нас получилась вот такая деталь, к которой нужно прикрепить. Я уже тебя понял, Сьюзи! Вжух! Теперь соединим эти детали. Тут тоже понадобится кусочек деревянной шпажки, ребята. Готово! Снова воспользуемся кусачками. Чик! Чик! И вот он, наш подвижный механизм. Приклеим нашу конструкцию вот на эту маленькую платформу. И не жалейте клея! Эта часть печатной машинки будет двигаться. А по бокам приклеим вот эти детали. Оп! Развернем нашу конструкцию. Теперь нам нужна рамка. И она уже здесь, Сью! Ух ты, Сэмми! Да ты прямо читаешь мои мысли! Лайк моему любимому помощнику, ребята! Ю-ху! Видите, ребята, рамка просто садится вот сюда. Щелк! Идеально! Эх, Сьюзи, с моим творческим опытом. Я угадываю твои мысли раньше, чем ты успеваешь подумать. Это точно, Сэмми! Теперь нам нужно собрать корпус нашей машинки для печати принтов. Это самый ответственный этап нашего проекта. Все же должно выглядеть аккуратно, правда, Сэмми? Вот так. Не только аккуратно, но и красиво, Сьюзи! Машинка определенно должна быть яркой. Я сейчас. Хм, куда опять побежал этот неугомонный слайм? Ой, чуть не забыла, нам же еще нужна толстая нитка. Ее нужно продеть вот сюда. Добавляем еще парочку картонных деталей, чтобы наша поделка была прочнее. Иди сюда! И теперь осторожно помещаем эту конструкцию в корпус. Вот так. Эй, Сьюзи, корпус уже готов? Я тут нашел наклейки. О, ты молодец, Сэмми. Но лучше бы ты мне помог. О, это я тоже могу. Вот, мастер Сэм, не будете ли вы так любезны приклеить эти кружочки к этим прямоугольникам? Баба, более секунды! Баба, более секунды! Баба, более секунды! Баба, более секунды! Ну, что я говорил? который будет обеспечивать моторчики энергией. Знаете что? Наша машина готова! Уберем аккумулятор внутрь. Фью, я вырезала оставшиеся детали. Спасибо, Сэмми. И последний штрих. Отлично. Ну что ж, осталось самое интересное, нанести наш рисунок. Ну наконец-то. Для этого нам понадобится эскиз логотипа, который любезно предоставил нам Сэмми. Всегда пожалуйста. Мы помещаем рамку поверх рисунка и аккуратно при помощи маркера переносим логотип на ткань. Ой, Сэмми, мы же совсем забыли. На чем именно мы будем печатать твой логотип? Я придумал. Надеюсь, это не одна из моих футболок. Эм, нет, конечно. Пойду еще поищу. Хе-хе-хе. Ох, Сэмми. А тем временем мы покрываем ткань специальным раствором для декупажа. Это промежуточный результат. А дальше самое интересное. Оставайтесь с нами. Вот, Сьюзи, я нашел. Это точно подойдет. О, ты прав, Сэмми. Отличная тряпичная сумка. Давай-ка сделаем ее уникальной. Аккуратно кладем ее вот сюда. Оп, работает. Вау, Сьюзи, так круто! А теперь добавим краску для ткани. Наливаем осторожно. Вот так. Сьюзи, подлей еще. Мой логотип должен быть самым красивым. Конечно. Мой логотип печатается. Ги-ги-ги-ги. О, скорее бы увидеть. Готов посмотреть, что у нас получилось. Так, Сью, я не понял, а почему только контур? А где же яркость и уникальность? Где все это? Я тебя услышала, Сэмми. Раз надо, добавим цвета. Мой логотип будет уникальным. Прямо как я. Пожалуй, ты прав, Сэмми. Контур отпечатался действительно здорово. Но вот яркости придется добавить самим. Как тебе этот цвет? Действуй, Сьюзи! Вот так. Вау, Сьюзи! Похоже, ты отлично знаешь мой вкус. Я тебе полностью доверяю. Поэтому могу оставить тебе одну на пару минут. Скоро вернусь. Хорошо, Сэмми. Я не подведу. Ну вот и все. По-моему, получилось неплохо. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ка, Сьюзи, это шедевр! Ты такая молодец! Видишь ли, у меня много подписчиков, Сьюзи. Я не могу кого-то оставить без внимания. О, нет-нет-нет, Сэмми. Мы так не договаривались. Пока, ребята. Даже не уговаривай. Сьюзи, да ладно! Это не займет много времени. Всего лишь год. Пока, ребята. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...